Миллион на ипотеку, оплачиваемые стажировки и арендное жилье. Председатель правительства Приморья Вера Щербина принимает участие в 8-й Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики», которая проходит в Благовещенске. Если говорить о Приморском крае, то Приморском крае проживает 1,8 млн побольше, на стене 820 тысяч населения. И действительно, сегодня уже спикеры говорили о том, что все-таки динамика на снижение численности населения сохраняется, она не может нас не тревожить. Но тем не менее, я как аналитик, я проанализировала всю демографическую ситуацию по Приморскому краю, по 5-й Всероссийскому. Василий Александрович в своем успеховании говорил о том, что мерить вообще нужно поколениями. Наверное, да, вот тот этот комплекс мер, который сейчас реализуется на федеральном уровне и на региональном, он даст свои результаты не сегодня, и по годам, наверное, его мерить безрезультатно. Так вот, я проанализировала по пятилеткам, начиная с 2000 года, и я увидела такую тенденцию. Если с 2000 по 2005 год отток населения из Приморского края составил 5%, то последняя законченная пятилетка – это 2%. Согласитесь, это положительная динамика, и, конечно же, нам нужно эту динамику сохранять, такую, и переломить ее в сторону увеличения численности в Приморском крае и на Дальнем Востоке. Первый вице-губернатор также отметил, что Приморский край – динамично развивающаяся территория, где реализуются социально значимые проекты федерального и регионального масштаба. Действует программа по вводу арендного жилья. Региональные органы власти активно работают с многодетными, малообеспеченными семьями, с представителями отраслей, где низкая заработная плата. Приморье – единственный регион на Дальнем Востоке, где можно получить миллион на погашение ипотеки за третьего или последующего ребенка. Заключаются соглашения с предприятиями по поддержанию среднего уровня заработной платы. Большое внимание в Приморье уделяется работе с молодежью.